Не переживайте, мне ничего не от кого не надо, сам делюсь, когда считаю это нужным. А внимание для того, чтобы напомнить, что всемогущий Бог, создавший эти необъятные планеты, галактики, космос, Он нам желает добра. Независимо, кто ты, что ты, президент или там рабочий, Он желает добра. Да, конечно, у нас много зла, много безумия, много такого кошмара, но Бог от нас не отвернулся. Конечно, Бог видит ужас реки пролитой крови в родомах через забор, ты от упалачей белых калатов. Бог видит мерзость и позор однополых браков, Бог видит церковный бизнес от твоего за столько-то, за столько-то. Но, несмотря на все этот кошмар, Бог от нас не отвернулся. Более того, две тысячи лет назад Он очень ярко показал, что Он, мы дорогие, что Он так возлюбил нас, людей, что Он отдал Сына Своего Иисуса Христа на грестные пытки, на смерть за наши грехи. Мы все грешники. И для чего Божий Сын пострадал? Для того, чтобы те, кто в Него поверят, действительно поверят. А Бог видит, когда человек убили писк на сердце, и Он утворяется. Чтобы те люди, которые примут Христа как спасителя, чтобы они были спасены от вечных страданий в загробном мире. Потому что Библия очень ярко открывает конкретно, что тело-то, оно распадается на таблицу Менделеева. Но наша эмоциональная, интеллектуальная сущность, наша душа, она яснуя завжды. Она никуда не исчезнет. Вопрос в том, где, в каком состоянии. В состоянии ужаса, мук в пекле, либо в состоянии ликования, радости и торжества в раю. Все зависит от принятия Христа или отвержения. Я бы в это поверил в Одесской тюрьме, когда сидел на последний раз за оружие. Был безбожный человек. Я не должен был жить, то, что мы творили. Но Бог дал покаяние, дал веру во Христа, дал детей пятеро. Мой младший сейчас Виськовый. Конечно, переживая, молюсь. Но главная, глобальная проблема всего мира, это то, что люди отвергают Иисуса Христа. Тогда обречение на вечные страдания. Принявшие Христа, не важно кто тебе, сколько тебе, 15 лет, либо там 90 лет. Если человек принимает Христа как Спасителя и молится ему в храме, дома, в квартире, там, в окопе, не важно где, не важно от сердца, по-настоящему, сознательно и искренно, то Божий Дух вселяется в такую вот душу человеческую и наполняет его эмоционально-интеллектуальную сущность своим светом, своим теплом, своей добротой, любовью своей. Возрождение свыше происходит через веру во Христа. Бог говорит, покайтесь и веруйте в Божьего Сына, чтобы наследовать вечную радость и быть спасенными от вечного депрессии, от вечного горя. Божий, благослови всех, кто здесь есть, благослови Украину, благослови наших військовых, захисти нашу Украину от всего того наезда пожизненного НКВДшного и пробачь наши привины и открыть очи нашего народа на Христа Роспятого и Воскресшего, бо Ви на 100% впадала в смерть. Имя Отца, Сына, Духа Святого. Аминь. Дякуем тебе, Боже, за все. И вот молодой человек...